Поставь где взял, это первая заповедь в работе архивариуса. Невозвращенная на место папка, во-первых, легко затеряется, во-вторых, нарушит сложную систему хранения документов. Сколько документов хранится в Алданском архиве и о чем они могут рассказать, узнавала Татьяна Вахнина. Сегодня в архиве работают пятеро специалистов. По документам отдельно взятого периода можно судить о благосостоянии народа, говорят хранительницы богатств истории. У Марии Халиловой работы непочатый край. Запрос в архив направила жительница Алдана. Она собирает справки, необходимые для начисления пенсии. Предприятие, где работала женщина, было ликвидировано в 90-х. Ведомость начисления заработной платы в архиве оказалась чудом. Однако выполнить запрос отнюдь непросто. Хранилось в очень плохом состоянии. Этот фонд, мы сами за ним поехали, нашли его в кулях, в подвале. Это надо вот так брать и расклеивать листочки. Аккуратно, чтобы видно было заработную плату, чтобы нам это все написать. В архив поступают запросы самого разного характера. Гражданам и организациям чаще необходимы официальные справки. Научные и творческие работники обращаются в хранилище за историко-краеведческой информацией. А некоторые пишут родословную своей семьи. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я ищу информацию о родственниках своей бабушки. Бабушка уже совсем старенькая, ничего не помнит. Поэтому информации, за которую можно зацепиться, очень мало. Чтобы взять информацию из хранилища, нужно сначала ее туда поместить. Пополнение фондов – задача не только сотрудников архива, но прежде всего современников. Архивариусы обращаются к руководителям организаций, к потомкам известных людей и ко всем обладателям исторически значимой информации. Даруйте ваше богатство архиву. Татьяна Вахнина, Сергей Супачев, НВК Саха, Алдан.